На Южном Малу обустраивают фан-зону, где будут транслироваться матчи чемпионата мира по футболу. Сюда будет стекаться большой поток людей, а весь транспорт, который пойдет по улице Конституции и далее по Несебрской, будут поворачивать главпочтамту. На этом участке от Несебрской и Поваровского создадут односторонние движения. Попасть на машине на улицу Паярка кооперативную Войкову уже не получится, их перекроют. Весь квадрат в районе морпорта будет пешеходным полтора месяца с 1 июня по 16 июля. Автолюбителям необходимо заранее продумать маршрут своего движения. Рекомендуется вообще отказаться от личного транспорта на это время и пользоваться общественным. К ЗАГСу пропустят только одну машину с новобрачными, но об этом надо позаботиться заблаговременно, позвонив по телефону 8-988-282-3200. Это номер горячей линии по ограничению движения. Там подробно объяснят, какие правила действуют в этот период и какие необходимо предоставить документы, чтобы свадебный кортеж мог подъехать к ЗАГСу. А чуть выше уже у храма тоже будет изменено движение транспорта. Улица Орджоникидзе от улицы Соколова до улицы Москвина будет работать в двустороннем режиме. Специальная разделительная полоса будет сделана из водоналивных блоков для того, чтобы личный транспорт не припарковывали вдоль полосы движения. И на всех КПП в районе ограничения будут находиться волонтеры экипажа ДПС, которые будут информировать в первые дни ограничения движения автолюбителей об ограничениях движения. Примерно на 10 улицах в центре Сочи перекроют движение автотранспорта. Некоторые водители уже продумывают, как работать в это время. Это мой личный транспорт, я на нем работаю. Буду забирать сотрудников в другом месте, там, где можно будет останавливаться. Создан колл-центр по транспортному обеспечению на время проведения Мундиаля. Его номер 8 800 234 2018. По всем интересующим вопросам водители личного транспорта могут обращаться туда. Елена Всец, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.